Как не допустить распространение инфекционных заболеваний среди сотрудников крупных предприятий? Эту тему обсудили на собрании членов регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей ЕАО. Несмотря на профилактическую работу, сегодня всё ещё сохраняется актуальность борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому решено было напомнить об основных мерах по противодействию распространения заболевания на крупных предприятиях с многочисленным коллективом сотрудников. Несколько дней назад министр здравоохранения Мурашко сказал, что сегодня в больницах лежит по России порядка 20 тысяч человек с коронавирусом. Мы проходили совсем недавно, вот 21 год, и мы видели, что это такое. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как провести профилактику на предприятиях, как людей подготовить. Для получения профессиональной консультации на собрание пригласили руководителя областного управления Роспотребнадзора. Павел Копылов напомнил об основных мерах профилактики, таких как утренний фильтр, когда, приходя на работу, сотрудники измеряют температуру тела. Если ваш сотрудник заболел, есть признак инфекционного заболевания, насморк, кашель, поднятие температуры, всё-таки способствует тому, чтобы он шёл на больничный и получал своевременную медицинскую помощь. В первую очередь это его здоровье, о том, чтобы он не затяжелел и не получил какие-то осложнения, ну и опять же не допустить распространения в коллективе. Обсудили также и меры борьбы с таким острым инфекционным вирусным заболеванием, как корь. Особенно это касается организаций, где трудятся иностранные граждане. Зачастую они прибывают на территорию России, не имея прививки. Все рекомендации главного санитарного врача автономии руководители предприятий приняли к сведению и доведут их до своих сотрудников. Никита Натапов, Кирилл Цирульников, Новости, 21.